Всем-всем большой привет! Я очень рада вас приветствовать на моем канале и сегодня у нас очередной влог. Как вы знаете, я влоги снимаю из нескольких дней, из различных кусочков, что-то вам показываю в своей жизни. В этом влоге я хочу вам показать свои покупки, которые я сделала в Икеа для дома и также в H&M Home, тоже мои новинки. И покупки, которые я приобрела, также покажу вам, как я украсила квартиру к Новому году, буду ставить елку или не буду. Также мы вместе с вами приготовим гринтвейн по очень простому рецепту из магазина Пятерочка. Ну и что-нибудь еще. Если вам такого рода видео интересны, то, пожалуйста, оставайтесь на моем канале и смотрите это видео. Приятного вам просмотра! Я повесила фонарики на балконе. Вот так красиво теперь выглядит у нас на кухне, очень уютненько. Также еще хочу в комнате, в спальне повесить тоже фонарики, но в спальне хочу такой теплый свет. Вот эти у нас имеют холодный такой оттеночек, вот, но сразу же создается такое праздничное настроение. Это пока мое первое украшение, такое новогоднее. Не знаю дальше, как и что буду украшать, на квартиру или не буду, будет елка, не будет, не знаю еще пока. Но вот фонарики мне захотелось повесить. Так, классно. Кстати, я купила еще одну вот такую большую гирлянду. У нее размер 3х3. И она светит таким желтым, приятным, теплым оттенком. Ее хочу я повесить в комнате у нас в спальне, чтобы создавалось такое уютное новогоднее настроение. На кухне висит с белым светом, а в комнате спальни захотелось чего-то более такого теплого и уютного. Вот сейчас открою. Кстати, заказывала у девочки у себя в городе, поэтому, девчонки, не спрашивайте, где купить. Вот, заказала у девчонки в городе у себя. Вот вообще такие гирлянды. Я знаю то, что в магазинах, особенно такого размера, стоят гораздо дороже. Я ее купила всего лишь за 700 рублей. Сегодня, наконец-то, повесила фонарики на окно в спальне. Вот таким образом они выглядят. Гирлянда. Мне очень нравится. Создается такая уютная, классная атмосфера. Теплый свет и очень красивый. Кстати, у меня новый аромат для дома. Покупала я его также в магазине Порядок. Постоянно, наверное, в каждом влоге я упоминаю этот магазин, но это действительно один из лучших магазинов у нас в городе товаров для дома. Я там очень часто покупаю. И ароматы для дома тоже покупаю достаточно часто. И стоят они у меня в прихожей. В этот раз взяла вот такой солнечный аромат Сани Хоум. Вот, от фирмы Орион. Вот так выглядит упаковочка. Кстати, здесь достаточно много палочек. Пока поставила только четыре. И аромат достаточно сильный. И при этом очень приятный. Абсолютно ненавязчивый. Очень классный. И мне нравится, что вот, кстати, вот эти ароматы Орион можно попробовать. То есть здесь на упаковке потереть пальчиком можно и почувствовать аромат. Очень часто ароматы для дома, к сожалению, нельзя почувствовать. Никак их не вскрыть в магазине. А вот эти можно почувствовать прям в магазине, потеряв пальчиков. Вот эту вот специальную штучку на коробочке. Вот. А еще хочу вам показать свой улов в магазине Фикс Прайс. В предыдущем влоге одна из подписчиц у меня спрашивала, хожу ли я в этот магазин. Да, хожу, но не так часто. Но иногда бывает. Сегодня, в общем-то, зашла и кое-что купила к новогоднему декору. Первое это вот такой снеговичок, на котором написано, здесь такая табличка, вернее, на ней написано Мэри Крисмас. Куда-нибудь повешу ее. Вообще, думаю, повесить ее на кухне на вытяжку. Ну, не знаю, посмотрим. Может быть, куда-то и в другое место. Вот. Дальше. Вот такое украшение новогоднее за 77 рублей. Мне оно очень понравилось. Написано скандинавские мотивы с таким оленем, с шишечкой. Такое оно, как бы, типа, знаете, натуральное. Действительно, что-то есть в этом скандинавское. Мне понравилось. Также еще я приобрела вот такое красивое украшение. Хочу повесить его на зеркало в коридоре. Такое перышко. Честно говоря, сколько оно стоило, я не знаю. Чека у меня нет. Написано, что декоративная новогодняя подвеска. Там они были разные. И сердечки, и перышки, и колокольчики. Ну, мне вот такое перышко понравилось. Вот. Потом еще последнее. Ну, вернее, предпоследнее, что приобрела в магазине. Фикс Прайс. Это вот такая гирлянда новогодняя деревянная. У меня уже есть такая, но она с сердечками. А эта идет со звездочками. Она на батарейках. Здесь нужно вставлять батарейки обычные. Ну, в общем-то, очень классные. Тоже куда-нибудь повешу. Также еще купила вот такую конфету в качестве новогоднего декора. По-моему, очень классно смотрится. Вот. И также, что не касаемо новогодней тематики, я купила в Фикс Прайсе вот такой набор расчесок. Ну, всегда пригодится там пробор делать или еще что-то. И последнее, что хотела вам показать, это вот такая мышка. Но ее я уже купила не в магазине Фикс Прайс, а купила в магазине Порядок. Опять же, да. Тот же самый магазин. Очень часто про него говорю. Но мне очень понравилась эта статуэтка в виде мышки на самокате. Она такая миленькая. В преддверии Нового Года, который как раз будет год мышки для декора. Мне кажется, очень здорово. Потом покажу свою такую небольшую композицию, которую я хочу сделать. Такая огромная коробка от комода Мальм. Мы выбрали комод, который идет на 4 ящика. Вот. И белого цвета. Наверное, сегодня вечером будем собирать. Вот. Потом покажу вам. Сегодня забрала свой очередной заказ, свои очередные покупки из Икеи. Давайте покажу, что это было. Первое это вот такой капучинатор. Возможно, у кого-то из вас он уже есть. Я решила попробовать. Он идет на батарейках. И поэтому я взяла батареечки тоже сразу же в комплект, чтобы потом не заморачиваться и не бегать, не покупать батарейки по магазинам. Решила сразу взять вот такие батарейки в Икее. Не знаю, насколько они хорошие. Посмотрим. Также вот такая маленькая милая елочка. Я думаю, не очень популярная в Икее. Вот. Чисто так для декора. Но она очень милая и очень классно так она сделана. Довольно-таки качественно. Несмотря на свои маленькие размеры. Потом вот такая подставка. Это подставка для телефона, планшета и так далее. У меня уже такая есть. Эту подставку я заказала для своей мамы. Она просила. Вот ей она потому, что понравилась. Когда она увидела ее у меня. Также вот такое кашпо для своего нового цветка. Очень красивое. Она такая симпатичная. И вот такая огромная, просто огромная салфетница. Она идет для больших салфеток. Но я ее буду использовать на кухне для декора. Что-нибудь сюда ставить. Очень приятная. Она такая приятно пахнет. Натуральные материалы и симпатично выглядит. И еще также я заказала новый коврик предверный. Вот такой. Вот в этот раз выбрала. Большой. Он стоит 1200. И он достаточно большой. То есть он ширина 90. И длина 69. Практически 70 сантиметров. Это очень хорошо. Именно для зимнего времени года. Для того, чтобы не пачкать кафель в прихожей. Чтобы побольше был коврик. Скажем так. Чтобы места было побольше. Куда можно вступать грязной обувью. Вот поэтому мне кажется для зимнего времени года. Отличный коврик. Ну и как бы в целом тоже он симпатично выглядит. Как мне кажется. Вот его артикул. В общем вот такой. Вот кстати как смотрится кашпо. Оно немножко большевато. Для этого цветка. Но я потом буду его пересаживать. И более цветок я думаю. Естественно он будет расти. Вот поэтому будет нормально. Очень красиво. Мне прям нравится. Так не обращать внимания. Тут у меня беспорядок. Сейчас мы собираем комод. Вот и вообще тут уборку делаю в квартире. Вот такая новогодняя композиция у меня получается. Не знаю. Надо наверное еще что-нибудь сюда добавить. Вообще здесь планировала я положить маленькие салфетки. Потому что в принципе салфетница у нас всегда на столе. Вот может быть еще какие-нибудь украшения добавлю. Но пока вот как-то так. Вот в итоге что-то такое получилось. Немножко видоизменило. Вот сюда кстати можно вместо обычных белых салфеток добавить какие-нибудь красивые новогодние. Кстати вот таким образом смотрится преддверный коврик от Икеа. Видите он достаточно широкий. Очень удобно будет приходить разуваться в грязных ботинках. Вот. Так что если вы ищете тоже такой большой коврик, то в Икеа очень хороший вариант. Кстати смотрите у меня здесь на двери вот такой новогодний декор. Вместо венка, честно говоря я не нашла красивый венок, который бы мне понравился. Поэтому решила эту штуку повесить. Ну думаю тоже неплохо. Такие шарики еще наключнятся. В общем как-то так. Вот кстати на зеркале у меня висит это перышко из фикс прайса. Тоже мне кажется красиво смотрится. И вот здесь вот такое украшение на двери. Собрали мы вчера комод Мальм. Вот так он смотрится. Мне нравится как выглядит комод. Он довольно таки стильно смотрится. При этом несмотря на свои габариты он достаточно большой. И он прям очень вместительный. Я думаю что туда поместится абсолютно вообще все. Ну по крайней мере на первый взгляд пока он пустой. Это кажется именно так 4 огромных просто ящика. По другому я назвать не могу. Честно говоря у меня не было возможности. Так как нет такие в городе посмотреть как он выглядит в живую. Но мне казалось что он будет меньше. Когда его собрали он прям такой габаритный и достаточно объемный. Хорошо что я не взяла тот который идет еще вот с двумя дополнительными ящиками сверху. Такой более высокий. Мне кажется он был бы просто огромный. Вот в целом мне нравится как он смотрится. За счет белого цвета он выглядит более легко. Несмотря опять же на свои как я уже сказала габариты. Единственное что конечно не обошлось без косяков. На видео этого может быть видно может не видно. Произошел скол на самом видном месте. Вот при транспортировке видимо что-то повредилось. Но муж говорит что можно купить мебельный воск и все это заделать. Вот думаю что конечно этим мы будем заниматься. Потому что скол прямо на самом видном месте. Возвращать как бы я не хочу там потому что придется ругаться. Скорее всего три патнир. В общем мне это не надо. Вот поэтому оставим все как есть. Что уж теперь поделать. Вот в целом комод нормальный. Качество у него я бы сказала среднее. В принципе наверное как у всей мебели Икея. В Икея очень классные аксессуары и так далее. Очень интересная система хранения. И вообще различные идеи для дома. Но качество самой мебели там довольно таки среднее. Вот но зато выглядит симпатично как мне кажется. Потому что например у нас в магазинах в мебельных сколько я не смотрела комоды. Это либо какие-то вензеля. Либо какая-то классика. Либо цвет венге. Либо желтые какие-то комоды. Совершенно не модные, не стильные. То есть а если то что действительно ну более-менее симпатичное. Как-то стильно смотрится. Это уже будет стоить комод допустим не 7 тысяч как в Икея. И не 6. А уже будет стоить 26. Вот. Поэтому ну вот. Как-то так. Кто сталкивался с таким чтобы там подделать мебель. Допустим мебельным воском. Какие-то сколы убрать. Напишите что у вас из этого получилось. Вот кстати смотрите какие у него большие ящики. Сейчас я вам покажу. Прям ну достаточно они такие вместительные. Мне кажется действительно поместится очень много разных вещей сюда. Я знаю еще можно докупить отдельно в Икея доводчики. Именно для комодов Мальм. Посмотрим будем покупать или нет. Даже не знаю пока. Вот он наш новый ковер. Сегодня постелили его. Он еще не разровнялся. Потому что он был сложенный. Сейчас ему нужно немножко отлежаться. Мне очень нравится его оттенок. Такой интересный мне кажется современный ковер. Без всяких там ужасных каких-то венделей. Розочек, цветочков. Как очень часто продаются на рынках подобные ковры. Производство, кстати, Турция у этого ковра. Вот. Очень классный. И кстати он отлично подойдет под цвет вот к нашей столешнице. Видите? Мне кажется вообще очень неплохо получилось. Покупали мы этот ковер в самом обычном магазине, ковров у нас в городе. Я не подскажу его название, потому что это не какой-то фирменный магазин. Это обычный частный магазинчик, скажем так. Но там очень большой выбор ковров. Вот единственное, что я нашла здесь вот такую этикетку от производителя. Фирма может быть кому-то понадобится. Производитель Турция. Размер у него 150 на 230. 150 ширина и длина 230. И вот такая фирма. Кстати, видите, какие у него аккуратные ровные швы. И вот здесь тоже все очень хорошо сделано. То есть видно, что хорошее фабричное качество. А по цене он был 6200. Кстати, в этом году у меня будет вот такая елочка. Ее я покупала в прошлом году в Ашане. Она очень маленькая. Вообще у нас есть большая искусственная елка. Но мы ее в прошлом году не ставили. И в этом решили тоже не ставить. А живую я вообще уже забыла, когда ставила. Вот мне в принципе достаточно и вот такой маленькой елочки. Украсила я ее старыми игрушками, которые у меня были. Хотела купить новые. Но, честно говоря, пройдясь по магазинам, мне абсолютно ничего не понравилось. Либо все как-то было очень дорого, неоправдано. И я решила не заморачиваться и украсть ее тем, что есть. Получилось как-то так. В целом получилось, мне кажется, симпатично. Особенно если так издалека смотреть, то вполне неплохо, на мой взгляд. Также я еще, конечно же, немножко украсила свою кухню. Потому что кухня это вообще, в принципе, одно из любимых мест для меня. И здесь больше всего я провожу время. Не обращайте внимания, там если на заднем фоне будет такой контейнер. И в нем достаточно много посуды. Это вся чистая посуда. А контейнер, он из Икеи. Там я храню посуду, когда я ее только помою. То есть такая сушка некая. Ну, я украсила не так сильно, совсем чуть-чуть. Вот такие украшения повесила на каждый шкафчик. Здесь вот у меня звездочка. Еще с прошлого Нового года. Такая вот блестящая звездочка. На вытяжке вот такой симпатичный медвежонок. Ну и вот, в целом, как-то так. Вот на шкафчиках просто висят такие игрушки. Сердечко, такое сердечко. Еще звездочка. Опять сердечко, елочка. И снова звездочка. И вот так вот на столе моя композиция, которую я вам показывала. Это как раз-таки из Фаберлик. Я показывала вам в предыдущем влоге. Вот эти вот подставки под еду. И вот такие здесь у меня фонарики. И моя новогодняя композиция. С мышкой. Маленькая елочка из Икеи. Очень миленько, по-моему. И уютно. Сегодня в Икеа я забрала свой новый заказ, который делала. В этот раз я заказала вот эту углодильную доску, которая называется Denko. Честно говоря, она мне нравится. Да, она хорошая. То есть у нее отличный такой цвет. Вот этого чехла. Но и немножко в ней разочаровалась, потому что я думала, что она будет легче. Она лично для меня прям какая-то огромная и тяжелая. Девчонки, у кого есть такая углодильная доска, напишите, пожалуйста, вообще, как она вам. Нормальная или нет. Теперь даже не знаю, что делать. Немножко я прям расстроилась. И также мы еще заказали два вот таких деревянных стульчика складных белого цвета. Это такие довольно-таки знаменитые стульчики в Икее. Они из разных цветов. Мы решили, конечно же, белые заказать. Эти стулья будут для гостей. Очень удобно. Складываются, раскладываются. Здорово. Вот так смотрится стульчик в складном виде. Кстати, очень легко он складывается и раскладывается. И вот так уже в разложенном виде. Для гостей, по-моему, это идеальный вариант. Много места не занимает. И когда вам надо, вы можете с легкостью его сложить. Очень-очень легко. Сейчас, конечно, одной рукой мне не совсем удобно это вам показать. Но складывается он реально очень легко. Вот. Сегодня была в Глории Джинс и купила себе вот такую бижутерию. Давно уже не покупала ничего подобного. Тем более в Глории Джинс. И вообще в этот магазин практически я не захожу. Раньше я очень часто в этом магазине что-то себе покупала. Когда мне было лет 20, 21, 22. Вот, наверное, именно в период, когда я начала вести свой канал на Ютубе. Может быть, помните. Частенько что-нибудь я там покупала. Но в последнее время редко туда заходила. И вот как-то зашла. И мне вот понравилась такая бижутерия. Вот эти сережки мне понравились тем, что они такие простые. Мне кажется, очень стильно смотрятся. И как бы думаю надеть их на Новый год. А вот эти такие, ну, повседневные, тоже очень стильные, на мой взгляд. И стоили эти сережки по 149 рублей. Кстати, качество у них довольно-таки неплохое. Не знаю, как они проносятся, но выглядят они симпатичные, на мой взгляд. Напишите, как вам такие сережки? Нравятся или нет? Сегодня в пятерочке купила вот такую готовую смесь для Гринтвейна. Там было два варианта. Один алкогольный Гринтвейн и безалкогольный. Я взяла безалкогольный вариант. Вот такая готовая смесь, которую нужно добавлять в сок. В сок нужно использовать, как здесь написано, виноградный, яблочный или вишневый. А я взяла вот такой, который был в магазине. Тут идёт сразу и яблоко, и виноград. Вот, попробую, посмотрим, что такое. Интересно. Мне пришла посылка из H&M, хотя я заказала очень мало, но прислали вот в такой большой коробке. Сейчас открою, покажу. Этот заказ я делала в день скидок, когда были скидки на H&M Home. По-моему, 20% были скидки. И я заказала две вот такие классные наволочки на подушке, по-моему, 40 на 60. У нас есть две такие диванные подушки большого размера, которые у нас лежат на кровати. И я заказала вот такие вот к ним наволочки. До этого у нас были розовые, сейчас покажу, какие. В общем, сейчас у нас вот такие наволочки на этих подушечках. Они тоже, кстати, из H&M Home, но мне захотелось новые, поэтому заказала вот такие плюшевые. Они очень приятные, вообще классные. Как раз, мне кажется, на зиму и по цвету отлично подходят к нашей кровати. Вот, и также еще вторая, точно такая же абсолютно, потому что у нас две таких подушки. И взяла еще вот такую одну наволочку, вот такого приятного цвета на подушечку 50 на 50 стандартную. Тоже очень симпатичная расцветка. Вот такая у нее приятная расцветка, очень классная. Тоже на замену. Люблю менять наволочки на подушках. Они мне прям поднимают настроение. Очень люблю такой вот именно подушечный текстиль. Сейчас попробуем приготовить гриндвейн с помощью вот этой готовой смеси, которая просто добавляется в сок. Мы взяли вот такой сок яблока и виноград. Здесь у нас литр, но нам нужно пол-литра. Вот, если у вас есть какой-то мерный стаканчик, то, конечно, будет очень удобно. Вот у меня есть такая емкость. Сейчас мы отливаем пол-литра. Так, и теперь переливаем в кастрюлю. Также сюда можно добавить дольки яблока или же апельсина. Мы решили добавить сюда апельсин. Несколько долек. Таким образом я их отрезаю. Можно их, в принципе, наверное, даже на половинке разрезать, я думаю. Вот эти большие. И добавить сюда. Теперь мы добавляем сюда всю пачку этой готовой смеси. Выдавливаем ее. После того, когда мы добавили всю готовую смесь сюда, в кастрюлю нашу нужно добавить 3 стакана воды. Вот я уже вылила здесь 3 стакана по 200 миллилитров примерно. Вот в эту емкость. И теперь мы их сюда тоже выливаем. Вот. И все тщательно нужно перемешать и довести эту смесь до кипения. Дать настояться несколько минут, и можно разливать по бокалу. Так, все у нас закипело. Теперь мы выключаем плиту. И накрываем крышечкой, чтобы несколько минут это все настоялось. Вот такой напиток у нас получается. На вкус довольно-таки неплохо. Попробуйте. Я покупала эту смесь в магазине Пятерочка. Сегодня выходной день и воскресенье. Я сейчас иду, чтобы встретиться со своей подружкой Настей. И заодно мы зайдем с ней вот в этот магазин, который называется Эко Маркет. Хороший крем. У меня там есть подарочный сертификат на 1000 рублей. Это был один из моих подарков на день рождения. Вот. И что-нибудь я там себе посмотрю. Что-нибудь хочу приобрести, конечно же. Вот этот магазин, в который я сейчас пойду, чтобы что-нибудь выбрать на свой сертификат, который мне подарили на день рождения. Посмотрим, что там интересного есть. Я уже вернулась домой. И в этом магазине я приобрела себе вот такую минеральную пудру. Вернее, даже как мне объяснил консультант, это минеральная основа, которая достаточно плотно ложится на лицо. При этом она абсолютно незаметна на коже, скрывает все недостатки. Мне очень понравился магазин. Там довольно-таки большой выбор натуральной косметики. Также очень добрые, вежливые консультанты, которые также мне понравились и помогли подобрать то, что мне нужно. Вот эти вот тональные минеральные основы, там абсолютно в разных оттенках. Очень обширная палитра оттенков. И также можно подобрать совершенно для любой кожи, для любого типа кожи. Так что буду пользоваться вот этой тональной основой сейчас. Вот, и надеюсь, что она мне понравится и оправдает мои ожидания. Мне кажется, очень классная косметика. Сейчас только что приходил курьер и принес мою маленькую посылочку с сайта косметики Clorans или Clarence. Я постоянно путаю, как правильно. Кто точно знает, пишите в комментариях, как же правильно. Я очень люблю эту марку косметики, особенно их уход, да и декоративка мне тоже нравится. У меня достаточно много продуктов было от них. Вот, и как вы знаете, может быть, а может быть и нет, но у них перед Новым годом практически постоянно, каждый год, у них на сайте действует 50% скидка абсолютно на весь их товар. То есть это очень выгодные покупки. Можно совершить, но так как я уже сделала себе покупки в Литуаль, то есть уход за лицом я приобрела себе новый, поэтому мне, в принципе, ничего не нужно было. Из декоративной косметики тоже ничего не нужно было, но я все равно решила заказать. И решила заказать классный вот этот их блеск для губ, самый знаменитый. У меня он был когда-то давно, уже в 01 оттенке. Мне он очень нравился, поэтому решила заказать новый. Сейчас я вам его покажу. Упаковано все очень хорошо, я бы даже сказала, слишком хорошо для одного маленького продукта. Вот что было здесь у нас внутри. Какой-то промокод на скидку. Это мне дали в подарок, вернее, ну как бы как пробничек такой. Вот, и вот сам этот блеск в новом формате, и у меня в оттеночке 16. Это маленький скраб для лица. Аромат у этого блеска просто потрясающий. На губы ложится очень классно, и такой красивый, имеет натуральный оттенок. В магазине L'Etoile сейчас очень классные скидки перед Новым годом, 50 и 40% на парфюмерию. И поэтому, конечно же, я не устояла и решила приобрести себе новый парфюм. Сейчас вам покажу. Дали мне вот такой журнал L'Etoile. Посмотрим. В досуге почитаем. И вот такой парфюм я выбрала от Paco Rabanne Lady Million, который называется Pride. Парфюм L'Etoile, 30 миллилитров взяла. Он стоил 2,554, по-моему. Вот, мне очень понравился этот аромат. Он такой, знаете, согревающий, как раз именно в холодное время года. Мне кажется, отлично подходит. Мне очень понравился запах. Вот, поэтому выбрала именно его. И взяла 30 миллилитров, потому что я когда-то вам рассказывала, что я вообще предпочитаю всегда брать вот такие небольшие объемы парфюмов. Это только если кто-то подарит, там побольше, например. А сама себе я всегда покупаю маленькие парфюмы. Мне их хватает. И они при этом не надоедают. И потом я покупаю себе что-нибудь новенькое. Вот такой здесь симпатичный флакончик в виде кристалла. Как, в принципе, многие ароматы от Paco Rabanne. От версии большего объема он практически не отличается внешне. Единственное, что отличается распылением. То есть, если в большем формате, то вот так вот на крышку нажимается. А здесь нужно крышечку снять. Ну, то есть, вот так. Просто крышка как бы снимается. Вот и отдельно она уже идет. Очень классный аромат. Прям вообще от него в восторге. Довольна, что я его приобрела. Если у кого-то такой был аромат, то напишите, пожалуйста, как он вам. И я хочу закончить этот влог на такой аппетитной ноте. Вот он мой ужин прекрасно замечательный. Это роллы. Филадельфия с огурцом. И роллы с моим любимым салатом чука. Вот так ждут для чуки ореховый соус. Вот. Вкусняшка. Приятного мне. И всем, кто кушает, аппетита. На этом буду прощаться. Пока-пока. До новых встреч на моем канале. До новых встреч.